друзья привет снова канал хэппи гармоника и сегодня добра справа добра дела но есть сегодня это Александр Авдієнко это Харпер наш Украинский Харпер из города Каховка да сейчас так да ну если одесситы ображаются скажем из Одессы но из Одессы так Александр Авдієнко основник классного каналу гармоника зон и просто вимагаю подписаться поделиться вы отримаете задоволенняя я сподіваюсь Олександре витаю привет привет да ну поїдемо зразу відразу чому гармоника мы бачили усі що ти граешь на гітарі там позади є гітара але чому гармоника саме як до неї прийшов як навчався яка була перша гармоника все питання які цікавлять починаючих гармоністів ну прийшов гармоники все началось наверное с гитары далекой-далекой юности все мои друзья все знакомые все играли на гитарах все поголовно у нас вся компания сепультура нирвана агрессивная музыка я был такой белой вороной мне нравился блюз я любил блюзовую музыку всегда слушал блюзовую музыку и поэтому всегда слышал этот инструмент наверное еще тогда не осознавая что это оно западало выделялось так любишь будь ласка а я памятаю свое дитинство я разумею что когда я почув битлз в мене что и сломалось и я перестав слухати те что слухав раніше але в моем дитинстве був и цой був и да и ози и металлика яка залишилась зі мною назавжди але коли послухав битлз и потім почав цим цікавитись и таким чином я прийшов до блюзу але оце все гоп-стоп оно и досі є на наших вулицях я на самом деле не знаю как и как так получилось наверное с первой ноты с блюз зацепил меня я понял что мне нравится эта музыка я хочу слава а что это было я какие группы я не скажу сейчас я и посидеть я не могу сказать что-то выделить вот знаете мне нравится сама атмосфера блюзовой музыки как классическая так вот и более современная уже классно но если он так состоять как сказать и так я пришел к этому инструменту гармошкой один мой друг мне вообще когда-то сказал саня спасибо что открыл мне новый инструмент я вообще всегда думал что это какая-то детская игрушка многие люди не понимают вообще что это полноценный инструмент такой же как гитара как фортепиано 3 октавы немножко каких-то навыков и доступен весь хроматизм можно играть все что угодно за 1 классической музыки джазовой музыки ну все что угодно 3 октавы хроматизма доступны за 1 да и первую гармошку я купил это был наверное 2002 или 2003 год в институте опять же точно не скажу первым-второй группы с института пришел я этот магазин херсоне шоу-мастер рекламы не знаю работает они сейчас или нет и купил первую свою губную гармошку он их серверстар в тональности соль соль мажор да еще я и выбирал еще эти гармошки естественно эти были самые дешевые гривен 12-15 копейки они стоят но сложно сложно заразда выявы тогда да продавец тоже говорит но это всего лишь тональность соль мажор какая разница я сделал вид что я разбираюсь что такое что такое соль мажор да вы правы прикольно купил свою гармошку да ну и так и началось постепенно пытаясь играть как-то с гитаристами опять же я не учился опять когда не было интернетов компьютер это было вообще какая-то роскошь у кого-то доступа к информации какой-то не было можно было купить какую-то книжечку по обучению с какими-то табулатурами непонятными стрелочками знака что что с этим делать и как поэтому все это прошло мимо и просто интуитивно интуитивно как-то вот аккордами получалось игра под гитару но это довольно таки просто так со временем приходит такое ощущение что вау класс я умею играть на гармошке но потом ну вот это длилось очень долго очень долго длилась до 2015 года у нас 2002 урока до 15-го кто-то прошло майже больше ниже 10 роков и раптом да но опять же это не выходило за какую-то ну вот в таком плане да вот игры под гитару всем все нравится все довольны потом да я увидел на просторах интернета рекламу школу игоря гурского трехмесячный курс интенсив и плюс какая-то акция была еще сумасшедшая скидка и опять же там какие-то смешные деньги даже на то время я понял что это вот просто доля да это знамение свыше ты кое-что по твоим виду а так потому да дяку игорь гурскому еще раз да игорь привет да и когда начали заниматься я понял что оказывается на губной гармошке играть я совсем не умею там есть какие-то одиночные ноты какие-то бэнды непонятные техники приемы и так постепенно начался мой путь в мир гармоники завдяки игоря гурскому его школе суперова да да скажи я на видео бачил ну я не все продивился а лаборато и там дуже багато голден мелоди уляда то то это твоя влюблена модель да да golden melody ну как то у меня есть и silver star ой silver star говорю что я несу это же прошу что я как перша жинка ты и памятаешь просто до golden melody я как-то более предпочитаю мне очень нравится этот бархатный звук мягкий такой выделяется для многих начинающих конечно же вряд ли там кто-то уйдет разницу между с и долом там special 20 или там консоль они сдаются видразу во-первых она красивого на что если их показывать вот сразу одновременно и в одной тональности гармошки да можно заметить разницу звуки но golden melody да это мои любимые гармошки фаворит я обожаю этот звук бархатный мягкий аля аля тебе просто подобается черену цель просто пид минус так сперпадает не знаю на самом деле слухай а ты бачил новую же если посмотреть на канале я играл и в соль и в то выпачья я просто звернув увагу да а новый дизайн новый бачил да мне не очень понравился да да мне також и и наш улюбленный олег карапейский дуже раз критиковали и потому что вот и боковые надеюсь на складах еще остались старые модели и всегда можно будет купить а оба не покращать модель тому что там багато зауважение да ну классно так и пройшовший оцей курс ты зрозумевшую же вмешать рада да и да он меня очень сильно толкнул на самом деле это был не просто какой-то старт это был дикий буст на самом деле меня толкнуло так вперед ну возможно мои у меня тогда была возможность я взял там отпуск какой-то на работе месяц я очень много занимался я очень сильно хотел этого я прям горел искры из глаз сыпались я хотел мне это надо было поэтому я много времени уделял тщательно прорабатывал все уроки занимался занимался плюс были в этом курсе были четыре занятия онлайн да то есть и опять же это был сергей пузанов так джедай верховный мастер йода да этот человек научил меня всему абсолютно всему все что я знаю на это показал он не как это все делается да ну и потом мы с ним принципе продолжили после всего этого занятия уже один на один по крену да но вот за эти даже три курса за три месяца то есть там была финальная запись бы мой курс заканчивали и надо было сделать какую-то дипломную работу что-то что-то типа того запись то есть за три месяца я слабал тогда решено называется блюз фаза фильм по моему дэвида баррета школы что-то по моему в общем не уже такой неплохой блюз на скорую то круто то есть три месяца это я уже сыграл начал я его играть уже через два месяца то есть готовится да мы до речи на жаль игорь поки что я сподіваюсь чтобы поки что не выкладывает но сергей пузанов выкладывает поэтому мы користуючись нагодой рекламу ему звертайтесь будь ласка гуру харперов украины на сегодня на сегодня это сергей пузанов это да супер так а при при приоткриемо таку ну что можно казать что не можно казать ну как завжди поради люди на яка пройшла такий досить професійный курс да этапов как навчаться ну тобто про иронизуемо приходишь у магазин купуешь silver star проходить 10 років я що убрати це 10 років що потрібно зробити на самом деле я не рекомендую вообще покупать не только это касается не только губных гармошек любой инструмент если вы хотите действительно чему-то научиться купите себе качественный инструмент не начинайте с этого некачественного инструмента потому что это 99 и 9 процентов что это просто отобьет вам желание обучаться потому что это не даст вам возможность приобрести те навыки которые даст качественный инструмент это не даст того звука не сможете технически подойти к обучению более корректно я чу в таку таку версию шо не треба купувати зайдель засталевых язычків ну наприклад твоя улюблена golden melody мені здається найкраща да модель щоб ти порадив но я наприклад раджу купувати special 20 якщо людина збирається грати блюз або щось таке на кшалт блюзу такову музыку і вона така як на мене на самом деле golden melody там она еще отличается своим специфическим строем это единственная гармошка она там я не помню как он называется темперирование да то тоже есть такое но из рекомендации любая гармошка из флагманов сейдл отлично спешил 20 отлично golden melody отлично кроссоверы отлично но кроссовер так marine band отлично хотя у меня есть одна marine band пылиться у нее тоже есть одна специфика платы верхние и нижние платы они немного выпирают то есть при игре они ужасно режут губы что у меня я попробовал играть я просто не могу я порежу себе губы и я просто ее убрал на полочку ну лежит там где-то и опять же они деревянные у начинающих за счет того что очень много напряжения на первых этапах лицевых мышц очень сильное слюноотделение будет все заливаться слюнями ну на самом деле наверное нет просто не напрягать ну напряжение все равно получится ну можно да делать какие-то массирующие там движения но это сильно не спасет там время время это такие же мышцы которые со временем прорабатываются когда вы начинаете обучаться не стоит начинать обучение сразу там с первого дня заниматься часами 5-10 минут перерыв 5-10 минут перерыв то есть не перед переутруждаться и такими небольшими шагами но частыми это произойдет хорошему результату выбрал тонально известно потребно до но желательно желательно во всяком случае так сложилось что во всем мире все обучающие материалы написаны для гармошки в дом если вам интересно все это как-то транспонировать визу так диатоника били клавиши на сенс в ручьем и так а потом потом но лично у меня была эта гармошка ля следующее если вы про музыкальный инструмент соль не 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 я у меня на вазе купку пилы док там и почали займаться что спочатку какие-то аккорды да ну сначала сначала надо подумать найти какой-то курс чем вы будете заниматься лучше всего конечно заниматься с преподавателем это конечно можно заниматься и без него можно и без него заниматься сейчас полно ресурсов которые позволяют заниматься самостоятельно пошагово просто выполняя какие-то следовательные действия пошагово которые если вы добросовестно и качественно будете прорабатывать гарантированно придете к результату гарантированно ну добра злобный но лучше конечно с преподавателем потому что самому можно прийти не туда куда надо я так же згоден помилки да это схоже на то что если ты сделаешь помилку и развинул ей ты вважаешь ну так как у многих было когда люди не кажут я уже граю там ну с кем я спелкувался граю там мне 5 лет уже и тут думаю что я делаю бенды а потом я бачу я какой-то есть онлайн тюниль я делаю эти бенды я делаю это все бенды так смотрю видео я увидел то что ENCO да 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 это как Сергей сказал аа и вообще когда мужчина это так и драйв когда ты играешь особенно если тебя идёт в себя ну не знаю ну згодне, а якщо с людиной иди пошагово, буквально почему бы и нет на самом деле музыка тоже удивительная есть тональная музыка можно такие перформансы устраивать ну згодне, просто большинство людей что хочет я имею на увазе ну таки простой уровень, тобто людина хочет просто играть какие-то мелодии и что нужно, тобто пошагово тобто спочатку там подыхать да, какую-то ритмику одиночную, может какие-то поради про одиночные звуки та про бенди від тебе на самом деле одиночные ноты это не такой уж сложный навык и должен это тебе так здаётся, потому что ты играешь добре, а людина когда берет гармонию ну как вам сказать ну я же тоже проходил через эти одиночные ноты тоже когда там учился и не понимал странно, почему я не могу взять эту одиночную ноту ну как это так? и она не получалась у меня тоже это может казаться странным, но когда-то я так, это дивно купил эту гармошку и у меня не получались одиночные ноты я не понимал, что происходит но попытки, попытки, попытки и проходит день-два и они получаются ну я на мой взгляд на мій погляд у Игоря Гурського є найкраще визначення способу гри тобто створення повітряного струму це настільки круто сказано на мій погляд тому що коли людина каже блокування губами ну так, це схоже але щось не те а ось коли людина спочатку починає вчитися і блокує, да ну, наприклад, губами як там роз'яснює там ютуб-канал або якісь тічери і гуру але оце формування повітряного оцього потоку струму на мій погляд це найкраще визначення і вже коли людина грає він каже точно це ж я формую десь всередині ротової поражнини оцей струм оцей потік і його вкладаю в отвір ну, очень неплохо це допомогає вообще представлять вот эту воздушну струю вот воздушний поток визуалювати можна да, да вот коли я займався вдох-выдох просто мысленно йдет представление якби класно вот воздушний этот поток струя а це вот канат канат, ниточка который заходить в рот йдет через по гортани і в диафрагму диафрагу, да полностью представляєш вот этот поток прямого видиш чувствуеш так-так круто абсолютно каждое твое движение челюстью там, когда ты меняєш положение там ротової полости движение языка ощущаєш как это оказывает ну какое-то оказывает влияние на этот воздушный поток круто це круто который двигается и так это помогает понимать процесс вообще вот этого звукоизвлечения как-то пробувати бэнди бэнди тоже было очень сложно найти И из рекомендаций, на самом деле, лично мне все равно, с какого начать, первое, четвертое, шестое отверстие, мне лучше пробовать, потому что человек может, ему сказали, на первом отверстии лучше всего, или легче, или на четвертом. Сидишь неделю, две пробуешь, но не получается, не получается. Перешел на шестое отверстие, раз-раз и получилось сразу же. Классно. Или перешел на первый, раз и получилось моментально. Хотя там не получается, а главное найти только первый пункт, просто найти. И тогда ты уже понимаешь методику этого. Отчути, да? Отчути, отчути там, в середине. Да, да. Слухайся, Саш, а тюнер, використание тюнера, чи використание пианино, чи використание чего-то помагает? Тюнер помогает только проверяться. То есть, если сидеть и смотреть на тюнер и пытаться там ловить, нет, это вряд ли приведет к чему-то хорошему. Гармошка, опять же, такой инструмент, когда все идет на внутренних ощущениях, когда ты ничего не видишь. Да, все видит, да, гитарист там все видит. Мы ничего не видим, у нас все идет на внутренних ощущениях. Какое-то внутреннее ухо, которое там слышит звук. И его надо тренировать и дрессировать. И периодически просто сверяться, сверяться с тюнером. Занимаешься пять минут, вот, вот вроде нашел ноту. Отрабатываю, отрабатываю, посмотрел на тюнере. Нет, там где-то 5-10 центов не туда уходит. Нашел, нашел язычок положения там свое. Пошел, опять занимаешься, занимаешься. Опять проверил с тюнером. Совпадает, не совпадает. Вот как-то так. Я пользовался так тюнером. Не больше. Ну да, то-то для проверки, да? Для проверки. Да, и опять же, точность ноты, это еще тоже не показатель, потому что есть еще и тембр звука, который тоже остается. Иногда желает лучшего. Ну, с этим несложно подсказать, на самом деле. Ну, сгодно. Тут же, коли людина грає, тоді, да, у цих рис, коли, тобто, на підъеме, або, навпаки, тихийше, тобто, регулювання тембру, гучності. Я розумію. А скажи, будь ласка, на третьому оторі, як відрізняти ці три, ну, чотири звуки? Ну, зробив учень, зробила людина один, суперова, навчилася, прийшов до другого та третього. Пришов до третього, ну, второе, третье отверстие, лучше третье оставить на закусочку, да? Ну, добре, другий. Там два. Акция со второго, ну, принцип будет тот же самый, как бы, точно, точно такой же самый, когда мы ищем самую глубокую ноту. Ага. Спочатку найглибше? Самую глубокую, да. И просто сначала ее находим, эту ноту, и учимся ее, ну, опять же, фиксируем, держим, стабильно добиваемся, чтобы даже в пять утра нас разбуди. И сразу ее взяли. Раз, на пекрас, и четко взяли эту ноту. Правильно, четко, верно. Следующим шагом потом мы учимся плавно, плавно спускаться к этой ноте и возвращаться обратно. То есть плавненько, то есть на весь протяжении, на вот такой вот по дуге в бенд и из бенда по дуге обратно. Плавно, без рывков, а именно плавно. И когда приходит такой момент, когда мы полностью можем контролировать вот эту дугу, медленно, спокойно, себе плавненько опускаться туда, вверх, вниз, гулять вот так вот этот вот звук, да? Вот он полностью под контролем. Звук контролированный. В любой момент мы можем просто остановиться. Зрозумимо, да, это очень полезная парада. Здесь мы уже находим вот эти промежуточные ноты. И на самом деле, тут уже можно этот звук просто как колбасу нарезать. О, классная парада. Нарешті я почув якусь таку конкретную параду. Да, я десь это чувствую. Не буду сказать, где, но это работает. Это работает, да. То есть, это очень хорошо помогает. Ягенько, поступово и дуже плавно, да? Да, да, это просто позволяет именно контролировать звук, контролировать. А контроль – это, наверное, самое главное. Ну, вот в данном случае. И когда происходит этот стопроцентный контроль, да, в любой нужный момент мы просто останавливаемся и получаем нашу нотку. Я так дякую тобі за цю параду. Це дуже круто. Скажи, будь ласка, хто твій улюблений Харпер? Я не могу выделить кого-то от любимого. Могу сказать, кого я, наверное, больше всего слушал или слушаю. Так. Очень мне нравится. Это, конечно, Уильям Кларк. Вибачь, будь ласка. Тривога знову, да. Повториш? Уильям Кларк. Уильям Кларк. Да, тут заслушиваюсь. Джордж Хармоника Смит. Из современников Стиви Уэст-Уэстон тоже. Ага, классно. Многое на самом деле слушаю. Гарри Примич, на мой взгляд, недооценённый. Если сравнивать с Уильямом Кларком, там масштаб славы вот такой, то Примич почему-то в тени. Ну, хотя, как по мне, тоже очень великий. Ну, это вот такие вот, наверное, кого я слушаю больше всего. Больше всего. Ну, да, я просто дивлюсь на твоему YouTube-канале, да. Ну, классика. Little World, Sony Boy, Big Walter Norton, да. Чарли Ниселлайт, Кунг Вилсон, Денис Грювинг. Дорочи, у него тоже классный канал. Вин, такие заводные, там, такой. Гарри Примич, Пятигазель, Дорочи, да. Пятигазел, да, но вот его я ничего не снимал, кстати, почему-то. Хотя мне очень нравится, да. Вот он, вот. Вот он, вот. Вот, вот, буквально на днях, сейчас вышла в него, вот, уже классный такой ролик. Шоссерейнни, тоже, там, классный сыграл. А, Джерри Портной, Чарли Макой. Макой, Макой, это, да, для любителя кантри, опять же, там, всякие. Портной, да, мне тоже слушал много, на самом деле, гармонистов классных. И кого-то выделить, там, вот, одного, что, вот, прям, супер-супер. Нет. Я вообще очень предпочитаю слушать больше разной музыки. Ну, и Джейсон Ричи. Я так разумею, что кто в блюз играет, Джейсон Ричи, ну, тоже полюбляю. Да. Да, кстати, на Ютубе есть, наверное, смешные, ну, как смешные, когда, там, Джейсон Ричи играет еще очень юным. Ну, да, с коротким волоссям пофарбованным, прикольный даже, да. Не, не, когда он еще не умел играть где-то. Да, когда он не умел играть, я не смотрю, да, я не смотрю, до речи, прикольно. Ну, все что-то начинали. Все когда-то... Я просто для себя гармонику открыв там, з его альбома одного, и мне так это было. До речи, у Игоря... Очень классно есть у него там многое, опять же, если визуально смотреть, какие-то ролики, там, концертные, где он играет с голым торсом. Ага. Вот там четко видно, как работает диафрагма. Диафрагма, так. Да, у человека, можно заметить во время игры, вибрата, как, ну, вот... Диафрагмальный вибрата, да? Столько наглядно это и показатель. Да. Ну, да. Да. Слушай, ну, ты назвал музыкантов, ну, это классно, это такая, это плюс, как он есть. Я маю на влазе... Я для себя просто, ось, людина начинает играть, ты с дитинства полюбил блюз, да? И шел до него, так, целеспрямовано, а вот так, на початках, кого послухати людині, чтобы... Ось, оця классная порада поделиться, я памятаю ці ролики, где он с голым торсом, и как работает диафрагма. Прямо визуально видно, про что мы говорим. А что, ось, послухати, ну, чтобы так... Не так сложно было. Это суперровая музыка. Тут надо подумать. Ну, да. Потому что, знаешь, как ты правильно сказал, если человек пошла купить этот Сильвер Старк и начала играть, смотря какие-то видео без плана, то это хитный шлях. Ну, все начинается с идеи и с цели. С... 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 С понимания, да. Зачем мне это, и хочу я, ну, зачем мне это. Некоторые там приходят в губной гармошки просто желая внуку сыграть там на день рождения хэппи бёрды. Хэппи бёрды, да. Кто-то, ну, вот, некаким людям этого даже достаточно, ну, вот, играя такие мелодии, некоторые даже не знают, что такое бэнды. Этого тоже вполне достаточно. Под гитару можно такие играть композиции. Опять же, в той же школе Игоря Гурского был курс, там, проходили на трёх нотах можно творить что угодно. Импровизовать, можно. Да, без всяких бэндов. Класс. Поэтому к Джейсону Ричи надо ещё прийти. Сюда ещё надо порасти. Так, так, сгодненько, да. Ну, всякая вкусная, ну, туда ещё надо дорасти. Добре, добре, добре. Блин, так цікаво. Я нарешті почував якісь конкретные порады, потому что, знаешь, коли людина уже грает, вона забывает, как это было, и сприймает вопрос, ну, знаешь, ну, как, типа, грати одиночные ноты? Ну, берешь и граешь. Как грати бэнди? Ну, просто треба мати бажання, бери и граешь. А які помилки? Які помилки? Та як? Просто бери и граешь. Помилки? Які помилки треба запретить? Я знаю, что тут вот губная гармошка – это такой музыкальный инструмент с вызовом. И всё, что надо делать – это просто не сдаваться, потому что в большинстве своём всё происходит именно так, что люди сдаются, ну, с трудностями. Когда происходят трудности, не получаются, и они сдаются. Потому что я помню, когда я делал бэнды с блокировкой языком – это был просто кошмар. Я не понимал, что надо делать – просто. Мне Сергей Пузанов показывает, как он за этот языком показывал… Я вижу вот это его лицо, как он за этот языком кривляется. Я пробиваю на хи-хи-ха-ха, я не могу… Ну, это потому что это смешно просто выглядеть. Этот взрослый мужчина мне вот это всё показывает, как это всё делается языком. Круто. Я пробую. Ну, я недели две, наверное, просто сходил с ума, пока у меня получилось это сделать. Так и вышло, да? Да. Супер. А яка там физика? Я зараз замыслився, яка там физика. Тобто язык блокует два отвора, да? Да. А мы просто меняем давление взрослого потока. Опять же идет визуализация вот этого вот каната, которым я дышу, визуализируешь этот поток и меняю давление воздушное своей дегафрагмой. Ну, я согласен. Когда человек уже бенды делает, и делает достаточно хорошо, то ты понимаешь, что это не только язык вмикается, это тиск. Это тиск, ты керуешь тиском. А даже я чувствовал, когда оверы так делают. Ну, я не знаю, навещу это, ну, тобто с блокованием, но... Ну, я мало использую оверблоу. Для виртуозности, возможно, там, как в овердлеве, но, ну, не знаю. Овердлевоу я вообще, по-моему, я на семерке нашел и дальше понял, а зачем. То есть, по сути, вот... Будь ласка, все, кто смотрит, вот просто сейчас подпишитесь на канал Александра. Вы получаете удовольствие от импровизации известных блюзовых композиций. И не только блюзовых. До речи, вот это лулабай, это же, ну, не просто блюза, это, до речи, джазовая композиция. Ну, просто она, может, не такая складная, но это джазовый стандарт. Да, 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 одно время, да, есть там какой-то цикл мелодий, когда я снимал, вообще не гармошки подбирал, а именно пошел, не знаю почему, но меня так захотелось, так меня переклинило, и я начал снимать трубачей. А, трубачей. Да, точно. Трубачей, гитаристы, вот эти, ну, простые мелодии, простые джазовые мелодии, стандарты. Именно стандарты, и я начал их усиливать. Ну, это цикаво, это то, что звучит, это еще, знаешь, я нащедавно, ну, там займал. Опять же, да, если сравнить, в тот период, я, если, редко возвращаюсь, там что-то прослушиваю, то есть, из старого, то, но, да, это было интересно, это был опыт, но, опять же, уровня не хватало, чтобы сыграть это качественно. Сейчас бы я уже сыграл это совершенно по-другому. Сейчас бы по-другому. А какая наиболее сложная сейчас тебе композиция из тех, что ты играл? То есть, над какой ты сидишь наибольшую? А, больше всего. Ну, что с джазовым, может быть, так? Нет, 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 больше всего я сидел. О, я даже забыл, как оно называется. Ну, опять же, это Литл Уолтер. А, Литл Уолтер. Что мы там играем? Не My Babe, а... Ну, зараз буду всем сором, но... А так дивно, да, на початку, там же немае на початку бенди, а чемусь вона не даётся, да, спочатку так? Ну, там очень много своих секретов. А потом, да, да, секретики таки, да. Очень много секретов, которые, да. И плюс же опять, я играл, я не ставил себе цели повторить, сыграть, скопировать один в один. Я, ну, я всё играю по-своему. Я не пытаюсь скопировать. Это, мне кажется, найкращая порада. Потому что копировать, ну, копировать, чтобы просто зиграть, как вчитесь, это одно. А когда ты уже играешь классно, ты хочешь что-то донести, своё. Ну, музыка, это же своё показать, да? Я просто хочу играть. Мне просто нравится. О, классно. Я играю, потому что не могу не играть, знаешь. Знаешь, слушай, ну, таке питання досить банальное, но всё-таки просто цікавое. Что для тебя блюз? Ну, я маю на увазі, є банальні визначення. Я не про них. Я про что-то, знаешь, Харпера, может, как-то по-иншому дивиться, чем гитарист. Ну, погодься. Ну, тут в тебе є, там, тоника доминанта, субдоминанта. Ты играешь ци 12 тактів. Философський вопрос. Философське питання, да. По-разному, и каждый ответ имеет право на существование, что такое блюз. В плане музыки, если взять, ну, наверное, это как молитва для христианина. О, круто. Круто. Хоспел. Потому что эта музыка действительно очень помогает. Ну, любая музыка помогает, если она идёт изнутри, откуда-то, от души, от сердца. Як молитва, да. Як молитва. Да. Згадуючи. Фильм «Браты Блюз». Ну, шось в этом є. Дорече, скажи, будь ласка, ну, Crossroads, перекрёсток, да? Ну, фильм я маю на ОЗІ. Додавился, да? Да, да. Я даже когда-то играл вот эту композицию. Да? Ну, блюзовый вот этот вот танец. Чей-то там танец, я уже забыл, как он танец. Ага. Слушай, а яка улюблена сцена в этом фильме у тебя? Я этот фильм видел очень давно. А я також. А нещодавно, когда началась война, я его передивился уже деколька разов. И вот мой маленький сын, я ему показал, он его тоже передивляется. Ну, тобто, есть дуэль. Я думал, что это мой улюбленный такой, это часть. Да. Дуэль, финал? Да, финал. А насправді, нет. Когда я смотрел его, он вышел в тот 85-86 год, да? Ну, я так, я сейчас не скажу точно. Ну, я был такой еще. А сейчас, мне кажется, что это... Ну, и потом там, какими-то моментами смотрелся. А сейчас, нет. Сейчас много других моментов. Там, где есть гармоника, до речи. И они найкрутейшие, как на меня. Ну, потому что дуэль – это кинемографично. Тобто, для кино, для сюжета, для завершения. А так, ну, не знаю. Прикольно. Ну, я не могу выделить тоже, опять же, один какой-то момент, потому что, ну, не помню так досконально весь фильм. Потому что там много моментов, наверное, опять же, и музыкальных, и взаимоотношений между людьми. И разные взгляды на жизнь, во-первых, подросток, и уже человек, который продал душу дьяволу, да? Да, это совершенно разные поколения, разные мужчины. Ризный век, ризный досвид, ризное, да, життя. Ну, опять их объединяет блюз. Да, да, да. И звёв, и продолжил, да. Прикольно. Саш, как тебе изменила война? Покалечила, наверное. Ну, да. Мабуть, как у всех, но нужно, чтобы она сделала нас сильнейше, мне кажется. Чтобы мы вышли из этого сильнейше. Я дякую тебе, дякую тебе, очень-очень, потому что полезные порады, очень интересные были твои шлях. Я думаю, будет больше вопросов насчёт, конечно, порад каких-то интересных. Я, когда с каждым встречаюсь, я понимаю, что порад, вибачь, вопросов много, но я надеюсь, встретиться еще. Потому что с каждым, с кем спілкуешься, ты знакомишься, встречаешься, хочешь спілкуваться. Все сразу не спросишь. Да, ты сразу не спрашиваешь. Я, например, знаешь, уявляю собі интервью с Олегом Карапецьким, и у телеграм-каналі, в котором наша спільнота существует, я впевнен, что там будет 100 тысяч вопросов, понимаешь? А неможливо все в одно вкласти, потому что музыканта питаешь про музыку, про как ты пришел, кто твой улюбленный, какая твоя парада, что такое блюз, может, что-то, когда мы встретимся снова, ты заграешь что-то нарештой. И когда спросите Олега Карапецького про музыку, это одно, но интересно, как, например, порады для того, как улучшить звучание, как гармоника, чтобы не руйнувалась, и так далее. Ну, это очень интересно, потому что такого контента, на жаль, нет, украинского, но это нужно, понимаешь? Да, да. Олег, кстати, мне делал гармошки и Golden Melody, там у меня язычки ломались. Вот, кстати, это моя первая гармошка, которую я купила. Вершая в тебе с собой, да? О, золота! Да, вот Golden Melody, кстати, это Карапецьким не делал. Круто. Купил ее в 15-м году. Домажор, золотая, да. Golden Melody, тогда покупал качество. Скоро, скоро не золи. Так, добре. Golden должна быть золотой. До речи, так. А ребенка, видишь, черная, это нестандартная, она тоньше обычной. Ага, так, черная, да, дивно, не червона, я как-то не звернув увагу, потому что она же червона, да? Да, обычная красная, тут у меня черная, но и она тоньше. Да, слушай, ну есть еще, знаешь, яка? Есть сейчас на Алиэкспрессе, можно купить, даже металевая, диви, бачишь, с алюминием. Да, сейчас можно все, что угодно. Да, да. Неприемная на смак, но очень мощная. Я, когда Олегу прислал свою гармонику, и там разломалась грабинка, он говорит, что вы с ней делали? Я говорю, ну, так закручивал, чтобы он ты не, не, не цей, да. Дякую. Саш, наприкінці, что бы ты побажал тем, кто хотел бы научиться играть на гармоните? Не бойтесь, играйте, потому что губная гармошка, это... Просто играйте, играйте, как можно больше. Находите компании разные, играйте на улице, не стесняйтесь. Это удивительный инструмент. Сложно что-то сказать, ну, просто играйте, и не бойтесь. Не сдавайтесь, вот как я говорю, да, что губная гармошка, это инструмент с вызовом. Просто не сдавайтесь с трудностями, с первыми, даже с вторыми и с третьими. Не сдавайтесь, потому что гармошка, она будет вас на прочность пытать очень сильно, на протяжении всего пути. И начиная с одиночных нот, начиная с дыхания, начиная с бендов, потом овербенды, потом с импровизациями, потом со всякими техническими, там, флаттеры, свечи, вот это все как-то, как понесется. С ритмикой, ну, всегда надо будет это усидчивость, заниматься, заниматься, это всегда будет... Что-то будет мешать, желание бросить, положить на полку и все, заниматься чем-то другим. Дормашка, она такая. Ну, это классный девиз, не выявал. Николай не сдавайтесь, треба просто пересилить и все будет, все будет добре. Все будет украинно. Дякую тебе очень, бережи себя, надеюсь, мы увидимся после победы, может, даже раньше, потому что в Одессе, сейчас, в Одессе, извините, сейчас очень хорошо. Да, солнечно и тепло. До побачи. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok